В общем, настраивала я, настраивала, ничего не настроила. Но будет как есть. Начинаем сегодня. Немножечко другой формат наших предсказаний на месяц. Так, смотрим на Оракуле Полнолуния. Этот месяц у нас по расчетам, по всем числовым кодам, месяц силы. Так что сегодня смотрим не просто прогноз, а еще в чем ваша сексуальная сила. Может быть слабость. Посмотрим. Так, смотрим. Начнем с Овнов. Что вас в этом месяце ждет? Душевные терзания Овны. И изобилие. Урок изобилия. Душевные терзания, часы и изобилие. Какое-то дело, наверное, идет не так, как вам хочется. И вы вот в этих терзаниях своих теряете время. Наверное, может быть, вам нужно что-то делать больше. Так, душевные терзания, часы и рок изобилия. Ну да, ваше внутреннее состояние перекрывает вам доступ к вашему изобилию. Время уходит, а вы в этих душевных терзаниях, вы себя мучаете и ничего не предпринимаете. А ваше изобилие, оно потихонечку исчезает. Так что, Овны, берем себя в руки и начинаем что-то делать для своих продвижений, для своего улучшения финансового благополучия, ну и вообще жизни. Посмотрим совет карт. Укреплять свои позиции. Что тут можно еще сказать? Чтобы никто извне не мог вас... Ну, то есть, никакие состояния, шатающие вашу психику, подрывающие, или люди, которые говорят, что не надо так делать, и ты не туда идешь, и не то происходит что-то. Все то. Все, что идет от сердца, все, что идет от вашего желания истинного, все, значит, все верно и все правильно. Так, посмотрим, в чем ваша сексуальная энергия в этом месяце. Может быть, здесь кроется тайна. Туз воздуха. Отлично. Смотрите, какая красивая и яркая карта. Даже не яркая, она такая нежненькая. На закате все цвета радуги здесь. И девушка во всей своей красе ждет, наслаждается. Ну, она, может быть, конечно, и не ждет, а просто наслаждается. Здесь, конечно, такая подоплека в этих картах. Но, смотри, девушка довольна собой. Так что, Овна, вы в этом месяце сделаете все и будете очень-очень довольны собой. И вот прям вот это наслаждение внутреннее собой, своим миром, оно очень вам помогает. Хорошего месяца, Овны. Так что, по всему раскладу, ваше внутреннее состояние, его никто не должен. То есть, никому не позволяйте себя как-то вот увести, скажем так, от вашего истинного я. Да, есть некоторые люди, которые пытаются у нас что-то нам внушить, что-то заставить делать так, чтобы было лучше им. Но делайте как хочется вам. И даже не думайте о том, что вам говорят другие. И да, может быть, это звучит эгоистично, но для своего внутреннего состояния, понимания себя, ну, своё, оно ближе к телу, как говорится. Посмотрим на моих любимых тельцов. Что ждёт в апреле тельцов? Аисты. Сила. Снадобье. Вот такой интересный триплет. Выпал тельцам. Какое-то ощущение прям домашнего-домашнего. Ну, то есть, всё в семье, всё в семье. Может быть, кто-то, конечно, и полетит на заработки. Ну, командировки какие-то. Но это больше связано с семьёй. Это добыча денег для семьи. Может быть, у кого-то образование новой семьи в скором времени, и вы захотите заработать денег. Этот месяц. Кстати, у моих любимых тельцов очень много выпадает такого, что какая энергия месяца приходит, эта же карта им и выпадает. Вот апрель месяц силы у нас, она им и выпала. Тельцам это сила. Но для мужчин-тельцов, мне кажется, это больше как оберегать свою женщину, свою семью. Так, знаете, не защищать от врагов, но как бы быть опорой и защитой немножечко. С надобьём, может быть, как какое-то веселье у вас проиграется. С алкоголем. Ну, или какими-то возлияниями. В общем, тельциты, в принципе, как всегда. На добычу денег они у нас. На добычу денег. Бьём гнёздышко, зарабатываем денег для своих любимых домочадцев, скажем так. Облака. Это совет от карт на этот месяц. Не витаем в облаках. Материальное. То, что тельцы любят. То, что это их. Мы знаем, что тельцы – это самый материальный знак. Во всём, можно сказать, гороскопе. Так что не витаем в облаках. Либо раскрываем все заблуждения. Иногда бывает, что мы входим в какое-то такое состояние заблуждения и не видим мы истинных вещей. Так что в этом месяце совет от карты нацелиться на семью и выходить из этих всяких разных заблуждений, которые у вас могут быть ясно. Смотреть на мир, посмотреть на вещи уже. То есть не закрывать глаза на какие-то моменты, а смотреть на вещи широко открытыми глазами и видеть эту истину и не обманывать себя, не обманывать других. Конечно, иногда вот это открытие, оно может быть не очень приятное, но оно лучше… По мне, так лучше, правда, чем обманываться и себя, и других обманывать. Так, в чем сексуальная энергия у тельцов? Верховная жрица. Опять тайны тельцы. Что такое с вами происходит? Какие опять тайны? Тайны откроются. Тайны сексуального характера. И здесь такая дама призывающая. Она знающая, она скрывает под маской. Не под маской, а под одеянием, да, такой целомудренной женщины, можно сказать, монахини, да. Тут все такое открывается, что некоторым даже будет очень удивительно, что тоже, блин. Такое, вот такое происходит. Как? Я знала этого человека, допустим, очень скромным, а когда при ближайшем общении получилось очень даже нескромно. И это откроется в этом месяце для вас. Вы… То есть это тайна, да, которую вы не знали. Может быть, вы перед кем-то откроетесь в этом. Ну, может быть, вы о ком-то это узнаете, что кто-то не есть то, что… А может быть, кстати, по совету карт про облака, которые скрывают, да, там, луну, оракулы полнолуния все-таки, которые скрывают луну за облаками, чтобы на свет вышла вот эта истина, и чтобы о вас все узнали. Может быть, вы скрываете свою сексуальную энергию, а ее, ну, для своего близкого человека скрывать не нужно. Оракул полнолуния на апрель месяц для дел. Труд. Много-много работы. Открываются вам возможности. Открываются. Отлично, девы. Отличный. Отличный просто месяц. Ну, опять же, кому как, да. Кому не хочется трудиться, для того, конечно, будет месяц не очень, потому что нужно будет трудиться. Открываются для вас новые возможности. Те, наконец-то, как бы горизонты, да, которые были от вас закрыты. И все вы будете делать с азартом. В принципе, это очень большой плюс. В этом очень большой ресурс. Делать все не уныло, как каждый день мы делаем одно и то же. Как все это уже надоело. А делать все с азартом. Какое-то... Ну, это может быть открытие нового дела, новых путей и новых возможностей ваших, да. Может быть, вы устроитесь на какую-то работу новую, на любые возможности какие-то новые. И этот труд будет вам не в тягость, а в радость. Даже я бы сказала, в такое вот... Как это? Ну, когда много энергии, трудиться. А давайте вот это, а давайте вот это, и вот это еще сделаем. А может быть, вот так вот. То есть это вот все, вот этот месяц, он весь вот такой, вот такой вот. будет много открытий в этом месяце. Будете туда-сюда, как пчела, жу-жу-жу-жу-жу-жу. Ой, классно. Я обожаю такие. Совет карт. Совет карт на этот месяц. Обратите внимание на своих родственников, родителей, то есть родственников тем, тех, кто старше, на много вас. То есть это родители, бабушки, дедушки, у кого кто есть. Это поколение может, ну, не совсем вас порадовать. В принципе, может быть, и плохого ничего и не случится, но придется вам обратить внимание на них. Может быть, какой-то... Кстати, у меня в Инстаграме и в ВК еще напечатаю, выложу, вернее, есть ритуал такой на... Ну, как бы воспоминания родственников наших, да, умерших, ушедших. Не всегда мы их вспоминаем, когда... Ну, как бы, когда это идет от сердца, изнутри. Иногда, знаете, когда все хорошо в жизни, тоже нужно поблагодарить наш род, в какой-то день сделать определенные действия. Кто ходит в церковь, ну, у кого какие конфессии, кто куда ходит, туда прийти, может быть, свечку поставить. Ну, в общем, можете посмотреть там в группе, я выложу этот ритуал, который можно делать независимо там от каких-то происходящих праздников. У нас в России же есть привязка ко всяким церковным праздникам, да, но я вот, например, за то, чтобы это делать, когда хочется и когда... Ну, когда есть вот эта внутренняя потребность. Вот в этом месяце девам лучше это делать, ну, лучше это сделать, не потому что там вот... Ну, потому что лучше отблагодарить свой род за то, что у вас все хорошо происходит. Это тоже очень важно. Мы забываем иногда, да, когда все хорошо, но вроде бы это наша заслуга, на самом деле, и не совсем это наша заслуга. Так, ну, это лирика, ладно, давайте вернемся к сексуальной энергии в этом месяце у дев. Вот такая что-то у многих знаков зодиака выходит тузы. Все в этом месяце, весна, что ли, на всех так будет действовать. У всех активность, активность какая происходит. эмоции. Эмоции здесь у дев. Дев сексуальные, в их эмоциях, то есть не в их действиях, какие они делают, а то, какие они эмоции отдают этому миру, своему партнеру, и какие они эмоции испытывают от секса. И вот именно это будет их вести в этом месяце. В этом их сила. Так, дальше кто у нас будет? А давайте водолеев посмотрим. Апрель месяц для водолеев. Ох уж эти водолеи, что такое в этом месяце у них? Посмотрим. Мышки. Воздух. Куда-то водолеи так сильно торопятся, что аж все из рук вываливается. очень сильно закрученная энергия. Мышки собирают, собирают свою энергию. Не всегда мыши, это те крысы, которые у Ленорман. Они более такие зловещие, я бы сказала. Здесь мышки, они такие, как хомяки больше. Они себе, 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 все набрали, все набрали. По всему земному шару им хочется всего узнать, всего себе в норку занести. И воздух может развеять все ваши вот эти старания. Не приведут, скажем так, ни почему. Но пока в этом месяце результатов таких не будет. Может быть даже со здоровьем будет что-то не очень хорошо. бездетность, она иногда может указывать на здоровье. Может, кстати, это какие-то проблемы с ЖКТ. Ну, как-то вот так вот у водолеев. Так, посмотрим совет карт. Слишком много тратите сил. мудрость, мудрость, мудрость проявить, не хапать все, все. Что такое, водолей? Вам кажется, что все пропало, все, все украдено до вас, как говорится? Нет, еще хватит. Вам не надо распылять свою энергию, свое умение, свои знания, да? Вот на что-то все схапать, схапать, схапать. Потому что, когда много-много ешь, той же энергетики, да, потом начинается вот это все. И когда хочется заработать всего и сразу, то потом уже становится нету сил, и ложимся. Нас организм укладывает в какую-нибудь больничку или еще куда-нибудь. Поэтому, водолеи, в этом месяце проявите, пожалуйста, мудрость. И где-то даже, может быть, побыть ну, хотя бы чуть-чуть в тишине, в темноте, отдохнуть и так сильно не рваться, чтобы все, все себе, все себе. Сексуальные энергии посмотрим, что вам на этот месяц скажет. Ну, и неудивительно. Мои карты, они всегда мне вторят, что по общему раскладу, что потом все повторяют по энергиям. Остановитесь. Ну, в этом месяце никакой сексуальной энергии. Все разбито вокруг вас. Вы уже так сильно всего порушили, что все уже, нету сил никаких. И сексуальная энергия плачет тут. Тут даже совершенно никакого как-то даже вам кажется, что вы делаете, делаете, все не так. Прямо бесит это зеркало, да, как стукнуть по нему. О, зеркало-то не виновата. Зеркало отражает только то, что есть внутри. Посмотрим козерогов на апрель месяц. Апрель месяц, напоминаю, у нас месяц силы. Сегодня мы смотрим дополнительную карту на сексуальную силу каждого знака зодиака. Идет козерогов. Общий прогноз на апрель. что-то и для козерогов тяжелый месяц. знаете, как вся энергетика уходит у вас вот в эту черную дыру непонятную. Вам кажется, что вы все время что-то делаете, такой груст на вас висит, а ничего не происходит, да, отдачи никакой нет, все уходит, 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 и уже вообще нету сил никаких. у кого-то это может быть как кто-то, наоборот, сам себя ограничил, чтобы прийти в себя. Вот этот груз немножко спал, чтобы ответственность за все, за, ну, возможно, у вас что-то уже накопилось очень сильно. И апрель он будет такой разгрузочный месяц, когда не хочется делать ничего. Все уже так придавило, что никаких сил нету. Но конец месяца все-таки у нас обозначен госпожой, которая нашла в себе силы, да, и властвует на троне. У нее-то вообще все в порядке. Так что к концу месяца вы наконец-то найдете свой источник энергии и поймете, что же такое все это происходило, для чего это нужно было, и что уже все прошло, вы собрались и все наладилось. Совет карты справедливости. Все воздастся, дорогие мои. Все не проходят просто так. Как говорится, все будут отомщены. Какие-то юридические дела, кстати, могут быть, если на вас навалился груз ответственности и исходом идет справедливость, это по юридическим делам, может быть, у вас суды какие-то происходят, вы их выиграете в этом месяце точно, и закроется ваша вот эта дыра, у которой проблем не было лица, да, вообще никакого лица не было, все уходило, 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 но женская энергия, она вам в этом месяце все восстановит, и справедливость здесь в женском плане, может быть, ну, судья или адвокат ваша женщина, которая все по справедливости в общем вы получите тот результат, который вы хотите. Посмотрим, какая сексуальная энергия у козерогов. Опять нету сил, никаких, ни о каком сексе, речи не может быть, все восстанавливаем. Сейчас спросим, давайте, а как восстановить, как вот эти силы потеряны. Кстати, да, судебные дела, они очень отбирают много сил. вот так восстановить, увидеть себя истинного, только себя, посмотреть, насколько вы прекрасны. Кстати, для девочек может быть сходить полюбоваться куда-то в магазин, что-то красивое примерить, в этом зеркале увидеть, вдохновиться. Ну, для мальчиков что-то другое. Львов, что и ждет апрель месяца. аккуратно быть, аккуратно ступать по тем ступеням, которые вам выпали. Выпадают в жизни шансы, да, когда мы идем по карьерной лестнице, ну, допустим, еще по каким-то продвижениям, и нам кажется, как все классно, как все красиво вокруг, как все удачно складывается. Но тут прилетела сорока и сказала, что не так все удачно складывается, как вам хочется. Вы немножечко подзабылись, львы, и немножечко вы перестали смотреть по сторонам, перестали как бы осторожничать, может быть, да, там, эй, как все классно, все в апреле месяце, да, все классно, ну, плохого вообще ничего нету, но быть осторожными, прям, прям присматриваться к людям, прислушиваться, что они говорят, что они делают, больше даже смотреть, что они делают, да, говорят одно, люди делать могут совершенно другое. Совет от карт посмотрим. у кого есть детки, уделить внимание своим деткам в этом месяце, у кого нету деток, может быть, повести себя больше как, то есть, вот, не как взрослые люди, а немножечко какого-то детского включить, такого что-ли беззаботности, тут прям, мне кажется, ангелочек, да, какой-то, на облаках вот той легкости, слишком не быть загруженными дяденьками и тетеньками, а вот какой-то легкости в этом месяце, все-таки уже весна, вступят свои права во все, так, и смотрим козерогов, что там за сексуальная энергия у нас, ой, господи, у козерогов, у львов, простите меня, львы, козероги, мне что-то никак не отпустят еще, потому что, да, ну, в принципе, вам выпала ваша карта, красный цвет, это ваш цвет, вы любите эпатировать публику, здесь девушка занимается именно этим показать, не скрывать, что-то яркое одеть в этом месяце, чтобы вот эту энергетику свое активировать, скажем так. Посмотрим дорогим стрельцам влюбленные святая вода виадук отношения, будут вам этот месяц месяц отношений, будете выяснять, ну, может быть, кто-то встретит свою любовь, не выяснять отношения, но это будет в красной линии типа месяцу отношения, ну, такие чистые, я бы сказала, отношения, и придется вам выстраивать отношения через какие-то небольшие препятствия, но вы сможете это сделать ну, и к росту, только к росту эти отношения. Совет карт, воздух, совет карт, либо сильная активность, да, проявлять активность, инициативу, чтобы все закрутилось, и с легкостью, да, то есть не через какие-то тернии к звездам, а чтобы это все было с легкостью, все действия должны приносить радость, легкость, а не преодоление. Сексуальная энергетика месяцева, ну, ну, в принципе, опять же, все повторяется, мои карты, на любой колоде я буду раскладывать, и они будут все вам подсказывать. Легкости, легкости, в этом месяце, она и в сексе вам, то уныние, которое может быть, оно не принесет вам плодов, не надо быть унылым человеком, нужно легче относиться к жизни, легче относиться вот это вот то, что наложено или вложено в голову уже годами, оно не приносит результатов никаких. Посмотрим рыб. Ну, не только, видимо, выделенным знаком в этом месяце какие-то небольшие ограничения. Ну, у рыб еще такая какая-то хитрость, да, такое. Черный кот, он вроде бы и плохой знак для суеверных людей, да, но он здесь показывает нам, подмигивает какую-то, какой-то сказочный кот, который может исполнить ваше желание и все замки ваши откроются. Совет карт, святая вода, ну, конечно, тут я могу послать в церковь, если все плохо, святой водой почистить дом, если все неплохо, то вести себя, ну, скажем так, ну, по каким-то канонам, да, мы умеренно здесь подтверждаем то, что не надо это сильно развратничать, что ли, предаваться вот этим всяким утехом. Посмотрим, что сексуальные энергии скажут рыбам. Ой, не надо учить вот это вот все. Что-то рыбы в этом месяце как-то поучать всех будут. Ну, совершенно какая-то не сексуальная вам карта выпала, работа, наверное, вы будете в этом месяце заняты сильно работой, и вот через эту умеренность ваша, ну, на карте изображен мужчина, да, и с замком, через вот такие вещи произойдет ваша умеренность в этом близнецов. Хоть месяц такой радостный у нас весенний, но у близнецов проявится какая, ну, либо друзья, либо на работе, либо коллеги, либо еще кто-то покажет вам свою истинную суть. Также, в принципе, продвижения какие-то, ну, какой апрель месяц, он такой у нас получается, ну, движение идет, движение наверх, продвижение, и жизнь по закону, что ли, лучше вот, ну, то есть не нарушать какие-то жизненные законы, да, а все-таки беречь свою честь, но суть, ну, какой-то человек покажет вам свое лицо, и оно не очень хорошее, нет. Так, сексуальная энергия, король воды, если вы еще одиноки, вам встретится очень чувственный мужчина, смотрите, какой красавчик, может быть, даже блондин, если вы уже в отношениях, то развивайте эти отношения, ваш мужчина вас удовлетворяет, это сексуальность, ну, это ваша сексуальность со своим партнером. Посмотрим. Скорпионов пора посмотреть уже, да? Что у нас там в апреле? умеренность. Кстати, скорпионов в этом месяце просто везде ограничивают. Вот так вот покажу. Тут замок и тут замок. Но здесь ключи, вот здесь, да, тут замок уже с ключом, он открывается. для мужчин умеренность, скорпионы, ну, держить себя в руках. Я понимаю, весна, но лучше держать себя в руках. Для девочек в этом месяце как бы покориться своему мужчине, да? Сильно с ним не спорить, а принимать ту защиту, которую он вам дает, ну, любую защиту, финансовую, моральную. Каждый, кстати, сам для себя решает, что для него защита. Для кого-то это одно, ну, то есть закрытие его потребностей, для кого-то это другое, то есть закрытие прям вот финансовое, да? Вот у меня муж добытчик, вот он добыл в этом месяце, он молодец. Я чувствую себя защищенной, да? Кому-то просто нужно какое-то, ну, слово доброе сказать, вот его пожалели как бы, или поддержали, даже не пожалели, а поддержали в этом месяце. И через это открываются ключи к вашему будущему благополучию. Посмотрим совет карт. Маскарад. Запорт открывается. но он открывается как бы слишком ярко, да? Может быть, те моменты, которые произойдут в вашей жизни, яркие такие, за ними что-то скрывается. Ну, как на балу. Все такие красивые, все нарядные, маски снимут, там, о боже, лучше бы я этого не видела. Почему мои глаза вообще это увидели, да? Нет. Ну, скорпионы, я думаю, что они много видят. Они увидят это ложь, если она есть. Ну, в общем, скорпионы увидят, что там. куда открылись те замки, которые, может быть, вы так хотели открыть, открыли, а там вот этот вот маскарад, думаешь, господи, закройте обратно, верните все, как было, не хочу это все видеть. Иногда, да, лучше не видеть истинную суть вещей, ну, просто, лучше бы я обманывался, зачем я теперь это знаю. Посмотрим сексуальную энергию скорпионов. Ну, скорпионы, ну, что такое? Это что такое? Скорпиончики? Ну, какая-то такая маскарад туда. Непонятно, как он отыгрался здесь. Ну, что ж, ну, как есть карты, так вот вам сказали.